Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 все равно опасен. Еще так смешно, когда мертвец вроде как качается из стороны в сторону и фиг попадешь в него. Про прочих быстрых врагов я вообще молчу. Иногда даже из ружья в упор можно промахнуться, ведь каждый патрон важен. Короче, я прошла игру раз 10 и каждый раз получала урон. Стандартные враги из участка чуть ли не самые опасные. Кстати, расставлены враги очень грамотно, но порой ты такой бежишь в полной уверенности, что он должен тут стоять, а он на этаж выше. Рандом! То есть просто суперская реиграбельность. И вот из-за такого рандома мне было очень трудно спидрайнить эту игру, но зато безумно интересно и весело. В этом ремейке опасности подстерегают на каждом шагу. Помимо зомби есть еще и зараженные собаки, быстрые и кусючие. Кое-кто обитает в канализации. Гигантские мерзкие монстры, которые мутировали в сточных водах. Это очень противно. Еще мне понравились такие люди-растения, ну типа плющи я их называю, которым надо стрелять в пупырышки, чтобы замедлить, но лучше всего они дохнут от огня. В общем, есть несколько видов врагов и каждому нужен свой подход, свое оружие и от многих из них можно просто убежать. Одни из самых ужасных это лизуны, которые не видят тебя, но если услышат, то ты практически наверняка труп. Но самое веселое это, конечно же, боссы. Я всегда жду не дождусь боссов в таких играх. Здесь их немного, скажем так, игра сама по себе небольшая, но все-таки запоминающиеся битвы были. Монстр вовсе не помогает тебе его убить и не подставляется, а наоборот. Бьется в агонии, и ты такой, да ну нафиг, и как я должна в тебя попадать? Остановись на секунду, мне нужно попасть в тот вот глазик. В общем, это было сложно, и каждое попадание в цель вызывало дикий восторг. Хочется сказать про уровни сложности в игре. Мне, честно говоря, не нравится тот факт, что сохраняться у печатной машинки с помощью пленки можно только на максимальной сложности. Черт возьми, это фишка игры. Какие могут быть автосохранения? Почему на нормале человек может играть чуть ли не с закрытыми глазами? Мало того, что на нормале можно прокачать свой инвентарь 6 раз, а на хардкоре 3, так еще и враги медленнее, плюс сохраняешься на каждом шагу. Я считаю, что хард это единственный адекватный уровень сложности. Я проходила на нем сразу. Да, были проблемы. Мое прохождение затянулось на 20 часов, но оно того стоило. Короче, это были лучшие 20 часов в моей жизни. Все, я все сказала. Ну и мне, конечно же, обидно за некоторых геймеров, которые решили пройти игру на нормале, купили игру за 4 тысячи, пробежали ее там, не знаю, за сколько, за 5-7 часов. И, то есть, даже не поняли, что это было. Все фишки игры там пропустили, упустили. То есть, никакой опасности и ничего интересного. И все. А разработчики старались несколько лет игру делать. Ну, в общем, вот такое мое мнение насчет сложности. Что хочу сказать про звуковое оформление. Звуки в игре, конечно же, на высшем уровне. Играйте только в наушниках. Когда за вами ходит тиран, вы получите истинное наслаждение. И вам будет казаться, что он близко, даже если он на другом этаже, там, над вами, например. Очень прикольно получается. Такой эффект эха, что ли, видно. Я, кстати, настолько нервничала из-за этой игры, что у меня потом рука болела, на среднем пальце шишка и мозоль на большом пальце от геймпада. Ну, до такого, конечно, не нужно доводить, но то, что игра вызывает вот такой эффект, это очень круто. Очень здорово озвучены все существа, собаки, лизуны, все вот эти вот растения, как они щелкают, как щелкуны из Last of Us. Мне очень понравилось. Единственное, что напрягало, это один единственный крик Леона во время битв. Неужели нельзя было записать несколько вариантов? Это минус. Загадок в игре очень мало и они несложны. Основная загадка, это куда применить тот или иной предмет. Черт побери, как распределить место в инвентаре? Найди ключ, найди бомбу, найди рычаг и так далее. И все, как в старых ретиках. Ностальгия, одним словом. Я очень рада, что эта игра многим понравилась и отлично продалась. Это значит, что мы ждем ремейк третьей части и надеюсь, что он будет такой же качественный и такой же крутой. Такой ремейк, он просто невероятно удивил и подарил сильные эмоции как тем, кто играл в оригинал, так и новичкам. Ты как будто бы играешь снова во второй резик или как будто вернулся в тот город или тот полицейский участок, где я когда-то бывал и с тобой все, уже это случалось. Но на этот раз все намного хуже и реалистичнее. Это как сон, который стал явью или как фильм, который ты когда-то смотрел и теперь эти события происходят на самом деле. Короче, я хочу сказать, что это совершенно новая игра по мотивам старой. Она дарит новые крутые ощущения. Это первая игра для меня за последнее время, которую я так сильно хотела пройти и не хотела, чтобы она заканчивалась. Также, это первая игра, по которой я делала спидран и которую я выучила так хорошо. Залела, она правда пока что так. Я еще буду в нее играть, буду бить свои рекорды. Жаль, что компания A и B не сильно отличаются. Та же, как и в оригинале, но я, если честно, рассчитывала, что это будут совершенно разные какие-то игры. Но мы бегаем по тем же самым местам. В общем-то, ничего особенного. Просто растяжение геймплея, можно так сказать. И, конечно же, да, я вам советую пройти компанию A за Леона и B за Клэр. Так вы узнаете истинную концовку и оно того стоит на самом деле. Там секретный босс и все такое. Всем спасибо за внимание. Я ставлю этой игре 10 из 10 и ухожу в режим ожидания Resident Evil 3 ремейк. Всем пока, всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok